Всем привет! Я Макс Осабин, человек, который выпускает видео раз в полгода. В одном из последних я говорил, что застрял в творческом кризисе и надеясь что-то изменится. Изменения были и добавилась постоянная апатия. Я буквально вымучил большую часть артов и искал что-то, за что можно зацепиться и ухватить хоть немного мотивации. Такой небольшой встряской был конкурс от Exile. Он любезно подкинул старую конфу-идейку поучаствовать и нам, и хоть оставалось меньше пары дней до конца сроков, я решил вписаться, а заодно и записать на видео весь процесс создания. Весь процесс. Работу над идеей, наброском, поиск материалов, 3D. Так что надеюсь это видео будет полезно тем, кто хочет увидеть план всех моих действий от концепта до финала. Вообще, для продуктивного обучения такое понимание процесса работы изнутри не менее важно, чем сами навыки. Это особенно касается новых и творческих профессий, которые в нынешних условиях все более востребованы. И я советую черпать такие знания у людей с опытом в своем деле. Сейчас Skillbox проводит бесплатную онлайн конференцию «Время для новой карьеры». 15 экспертов из индустрии поделятся опытом и знаниями о 2D арте, мошен дизайне, веб разработке и других самых актуальных профессиях трех направлений. Дизайн, программирование и маркетинг. Советы от опытных практиков – это лучший способ узнать главные тренды и подготовиться к освоению интересной вам профессии. Посмотреть все вебинары вы сможете абсолютно бесплатно, просто перейдя по ссылке в описании. Но поторопитесь, конференция проходит до 12 февраля. Сделайте первый шаг и любимое дело станет вашей профессией. Итак, закинув Илью в новый файл, я делаю рамочки для арта в горизонтальной и вертикальной версии. В то время как сам проект квадратный. Люблю делать с запасом, чтобы в будущем можно было подгонять арт под любые нужные пропорции. После этого первым делом перехожу к рисованию скетча. Вы часто спрашиваете, как я придумываю идеи. Так вот, я редко действительно придумываю что-то до начала работы. Например, Илья на этом исходнике и его модный лук, во всех смыслах этого слова, навели меня на мысль, что я хочу совместить урбанистический сеттинг с духом охоты, добавив в друзья какого-нибудь зверька. Это напомнило мне что-то вроде фильма про робота Чапи. Оттуда и мысль добавить робота. Все это только звучит как сложный мыслительный процесс, но на деле это лечит ряд промелькнувших ассоциаций, которые на мой взгляд вообще ничего не стоят. Наиболее важное для моих идей приходит только в процессе работы. Возможно я слишком визуал, но ценность идеи для меня именно в реализации. Поэтому рисуя скетч, я решаю, куда посужу парня, кого конкретно дам напарники, какие характеры постараюсь им придать через внешний вид и какую атмосферу должна создавать гамма и окружение. Поэтому первый совет, если вы не можете ничего придумать, просто открывайте проект и начинайте делать хоть что-то. На создание наброска ушло 25 минут, и я перехожу к поиску и подбору исходников. Если скетч у нас самая идейно важная часть, то поиски материалов самые душные и ненавидимые. На этот раз это заняло у меня 75 минут, и это еще по-божески. В менее расторопных проектах поиск исходников часто занимает часы и длится дольше самого процесса работы в фотошопе. Но тут сроки поджимали, старательно я выбирал лишь авто и лисичку, фотки для фона брал почти первые попавшиеся, а робота заранее решил делать в 3D. У меня, кстати, постоянно спрашивают, где я беру исходники, жалуются, что в гугле не получается найти подходящие и просят поделиться секретом. Но, боюсь вас разочаровать, я использую в основном бесплатные фотостоки. С тех пор, как полностью отказался от изображений, разрешений на использование которых я не получал. Копирайт, конечно, горячая и спорная тема, но, по крайней мере, авторство художников, фотографов и прочих таких же людей, как и мы с вами, я решил уважать. Если же для вас брать картинки из гугла не проблема, то более широкого выбора в бесплатных источниках вы не найдете. Ведь гугл включает в результаты, в том числе и эти фотостоки. Так что у меня выбор поменьше вашего. Такие проблемы с исходниками, кстати, частенько вносят коррективы в идею. Здесь, например, я отбросил легковушки и решил выбирать среди микроавтобусов и фургонов. Какой-то один конкретный из всех бесплатных фотостоков порекомендовать сложно, ведь на самом деле большинство материалов на них пересекается, и все сводится к тому, чем вам удобнее пользоваться. По моему опыту, Pixabay выдает наиболее точные результаты, но в меньшем количестве, а Unsplash наоборот наименее точен, но зато предлагает почти все, что хоть отдаленно связано с запросом. В этой работе я использую, потому что на странице с каждой картинки есть неплохой раздел с похожими изображениями, который бывает полезнее поиска. Как видите, в процессе я перебираю много вариантов, и все, что цепляет мой взгляд хотя бы немного, я на скорую руку примеряю в проекте, чтобы убедиться, что ракурс и свет можно вписать в мою работу. Самые приемлемые варианты я оставляю в проекте и под конец сравниваю друг с другом. Выживает сильнейший. Кстати, если видео наберет 2000 лайков, я поделюсь с вами паком из всех исходников, используемых в этой работе, в том числе и роботом, к созданию которого мы как раз переходим прямо сейчас. Правда, к сожалению, я пока совсем некомпетентен, чтобы учить кого-либо 3D. Я еще сам новичок, поэтому давайте просто поделюсь своими успехами и трудностями в этом деле. Для меня развитие в эту сторону – закономерная часть того, к чему я стремлюсь. Я всегда хотел избавиться от ограничений, которые накладывают нехваткой исходников. Нет, конечно, я не планирую идти в эту сферу полностью, но и держаться сугубо за фотомонтаж не очень интересно. Для меня главная максимальная реализация моего видения, и в этом плане 3D, и даже простое рисование, всегда стояли на ступень выше фотоманипуляций. Ну а пока я в основном играю с симуляциями частиц, огня, дыма, света, облаков, тканей и прочего, что мне нужно как фотошоперу. Это и работа с шейдерами – то, в чем я уже более-менее уверенно себя чувствую. Также я интуитивно понимаю скульптинг и моделинг, давненько в них тыкаюсь, но пока просто боюсь взяться и замоделить хоть что-то серьезное и полноценное. Но особенно меня тормозит в моем процессе то, как плохо мне даются такие вещи, как риггинг, ретопология, развертка и текстурирование. Поэтому мой робот – это по сути лишь набор кусков, грубо слепленных сразу в нужной позе. Да, это абсолютно неизвестно где-то глубже в рамках 3D, но для моего арта такая болванка вполне сойдет. Обычно, когда какой-то мой проект не может обойтись без использования 3D, это и толкает мой процесс обучения. Такие работы, конечно, затягиваются на несколько дней, пока я роюсь в статьях и видео на нужную тему, перебираю все настройки и добиваюсь чего-то. Но здесь в сжатых условиях обучаться времени не было, и блендер занял у меня 2 часа. А, ну и как раз частый вопрос, почему я выбрал блендер, а не синему, например. Да, у меня был опыт в синеме, и она действительно интуитивно понятнее. Но блендер привлек тем, что это свободный, открытый и бесплатный проект. Он достаточно компактен, но при этом покрывает все потребности в 3D. Ну и главное, уж очень активно развивается. Почти еженедельно качать новые бетки и тестировать функции, есть в этом что-то кайфовое. Переходим к чистовой обтравке. В целом, ничего не изменилось со времен старого видео про способы обтравки. Можете посмотреть его, если не видели. Единственная разница, с тех пор появился инструмент Select Object, который работает получше, чем Quick Selection, а также немного поменялось уточнение края. Но все так же обойтись только ими получится редко. Так что я, как всегда, подчищаю все вручную, в стиле старого доброго рисования по маске. Попутно я уже начинаю работать с цветом, подгоняя фургон под общий тон, а разные части лисы друг под друга. Немного возвращаемся к подбору исходников для фона. Благо, большую часть композиции занимает передний план, и пейзаж сзади мало где проглядывается. Можно уделить меньше внимания перспективе, чем обычно, и сэкономить немало времени. Обтравку некоторых элементов фона я делаю через микширование каналов. Об этом способе в том самом видео я тоже рассказывал. Я выставляю монохромный режим и накручиваю ползунки так, чтобы каналы в большей степени отвечающие за цвета неба высветлялись, а другие затемнялись. Обычно для вечернего или ночного окружения лучше брать исходники с нейтральным освещением. Но, как вы заметили, наш фургончик жестко подсвечен солнцем. Тем не менее, я решил все-таки взять его, чтобы обыграть это так, что свет исходит из какого-то искусственного источника за кадром. Тем более, персонаж освещен также откуда-то справа, и робота я специально отрендерил в подобных условиях. Да, про фон, как вы поняли, сказать особо нечего. Работа с ним тут уж очень непоказательная и неважная. Подвожу куски фона по цвету друг по другу кривыми, накладываю ленсблюр, рисую бокешки, использую яркость исходного освещения фургона и создаю из нее маску для того, чтобы перенастроить этот цвет в нужные мне цвета. Теперь можно переходить к детализации робота. Как вы помните, в текстурировании в 3D я пока слаб, поэтому исправляю это ручной дорисовкой. Важно скрыть слишком гладкие и острые грани, и добавить грязи и царапин. В дело идет первая попавшаяся гранжевая кисть. Кстати говоря, не самая идеальная для этого. Можно было выбрать получше. Затем я накидываю фотки текстурок и разных механических деталей поверх, подгоняя их под перспективу робота. Кстати говоря о терминах, именно подобные мешанины из текстур для имитации детализации и дорисовка на скорую руку, на мой взгляд, больше подходят под название фотобаш. А в остальных случаях более аккуратную и продуманную работу над деталями чаще я называю фотоманипуляцией. Теперь погружаем все в атмосферу, добавляя воздушные перспективы, а затем явного дыма. О том, как создать кисть с дымом, я рассказывал в позапрошлом видео. А знаете что? Если 2000 лайков соберутся, я еще и добавлю к архиву с исходниками пару своих кистей с дымом. А может быть еще что-нибудь. Такс, сейчас уже все более-менее в одном свете, кроме лисички, так что старательно прорисовываю свет вручную. Опять же для света использую кривые. Да, что уж там, я их использую почти для всего. Честно, давно хочу сделать для вас видео про кривые, но все как-то не получается. Теперь немного мелочей. Добавление дымки между персонажами немного визуально разделит их и создаст объем там, где слишком темные участки сливаются. Возвращаю отверстием в стекле реализма все той же гранжевой кистью, а металлу добавляю чуть больше блеска. Рисую разные красные светяшки для пущей футуристичности. Объем нужен на одежде, чтобы она не выглядела сплошным черным пятном. Добавляю дымки и туда. Тут основной свет изначально идет с правой стороны, но я акцентирую его и подвожу ближе к композиции, перекрашивая в более теплые тона. А теперь время контрового света. Опять-таки из-за поспешности я гиперболизирую его и рисую слишком равномерно и сильно. Но на самом деле лучше учитывать разницу поверхностей и прорисовывать его с разной структурой и интенсивностью. Позже, вне видео, я это поправлю. Так что вставлю здесь пример, как это желательно должно выглядеть. На металле свет больше сосредоточен в точках максимально перпендикулярных к свету, а на ткани и прочем широковатом материале мягче и равномернее расстилаются по периметру. Под конец остаются в основном постэффекты. Я добавляю больше красных засветов, больше воздуха, работаю над освещением. Ну, это все понятно. В итоге, все, что вошло в видео, заняло у меня 6,5 часов. Но, как вы уже поняли, перед его подготовкой я дорабатывал арт. Поэтому в итоговом сравнении у нас сегодня будет до, после и совсем-совсем после. Спасибо, ребята, что посмотрели это видео. Здесь, конечно, было меньше сухой конкретики, но немного надоедает описывать действия, которые от работы к работе особо не меняются. И я давно хочу разнообразить видео обсуждением чего-то более интересного в рамках творчества. И если вам было интересно, я буду благодарен любой вашей поддержке и добрым словам. Всем удачи!